МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. За вывоз и утилизацию мусора в Барнаульской зоне снова в 2019 году будет отвечать компания «Экокомплекс». Именно она получила статус регионального оператора среди нескольких претендентов. И именно ей будут платить деньги жители краевой столицы Новоалтайска, Казато-Сибирского, Калманского, Павловского, Ребрихинского и еще нескольких районов края. Региональный оператор несет ответственность за организацию новой схемы обращения с отходами в своей зоне от попадания мусора в контейнер до его захоронения на полигоне. Известно, что именно «Экокомплекс» займется строительством мусоросортировочного предприятия на проспекте Калинина в Барнауле. Добавим, что тендеры по выбору компаний, которым предстоит заниматься вывозом и утилизацией мусора, прошли и в других городах края. Например, в Заринске конкурс не состоялся, не утвердили ни одного участника. В Валейской, Славгородской и Каменской зонах пока заявки только принимаются. Между тем, один из микрорайонов Рубцовска оказывался на грани санитарной катастрофы. Виной тому многометровая свалка, которую создали своими руками жители поселка. Ситуацию пытаются взять под контроль местные власти. Подробнее в сюжете. Запах сгнившей рыбы, испорченных овощей и плесени давно стал привычным для жителей микрорайона западным. В частном секторе несколько лет не могут решить вопрос с уборкой отходов. Два года назад в поселке частная фирма установила баки. Но за вывоз мусора рубцовщане отказались платить. Мы поставили туда бункера. Во-первых, на самом деле завалили, то есть стали везти отовсюду туда. Второе, за два месяца уровень обхваты данной услуги сократился, по-моему, в три раза. Когда контейнеры убрали, свалка начала расти. Вскоре мусор стал собираться у канавы для отвода грунтовых вод. Спасатели говорят, если ров засыпят отходами, вода начнет подтоплять дома. Местные власти ищут организацию, ответственную за вывоз мусора. Правительство Малатайского края объявлен конкурс по выбору регионального оператора, который будет отвечать за сбор, транспортировку, утилизацию твердых коммунальных отходов в Рубцовской районе. На встрече местных жителей замглавы администрации Рубцовска так и не смогли решить, что делать с отходами в микрорайоне. Единственная надежда на мусорную реформу. С 1 января 2019 года каждый житель России будет получать квитанции за уборку бытовых отходов. Региональный оператор обязан оказывать эту услугу, независимо от того, оплачена она или нет. Ирина Корчагина, наши новости. Жители краевой столицы обеспокоены состоянием одного из старейших парков Барнаула. Изумрудного пишет Политсибру. Подробнее об этой и других важных новостях, оказавшихся в центре внимания сибирской медиагруппы, далее в обзоре. Парк Изумрудный снова всколыхнул общественность Барнаула. На этот раз поводом стала съемка видео с квадрокоптера, который выложил горожанин Илья Уткаев на личном канале в YouTube. С высоты птичьего полета видно, насколько мало деревьев осталось в парке. Напомним, их санитарную вырубку провели осенью прошлого года. Тогда горожане сочли, что она была слишком масштабной. Полиция даже завела уголовное дело. А сегодня Барнауль создаются вопросом, какова дальнейшая судьба парка, не отдадут ли его под застройку. Новый арендатор Изумрудного Владимир Фишер сообщил Политсибру, что заключил с новосибирской компанией договор о создании проекта парковой зоны. Но когда приступят к его реализации, пока неизвестно. Ведь до сих пор идут судебные тяжбы с бывшим арендатором Павлом Тулиным. 31 тысяча семей в крае воспользовалась средствами регионального капитала, сообщает городской портал Рубцовская инфо. Эту выплату из краевого бюджета ввели в 2011 году. Она положена всем, кто родил или усыновил третьего ребенка. Из 31 тысячи таких семей 11 тысяч региональной выплатой уже воспользовались. В основном деньги направляли на улучшение жилищных условий. Отметим, что размер регионального материнского капитала в этом году составляет 55 387 рублей. Бессмертный полк в краевой столице 9 мая стартует с трех площадок. Об этом информирует газета «Комсомольская правда» Барнаул. Площадки следующие. У корпуса Алтайской академии культуры и искусств перед кинотеатром «Россия» и на пересечении проспекта Ленина с улицы Молодежной. Для участия в параде предварительной регистрации не требуется. Всем желающим нужно просто прийти примерно к 10 часам. При себе иметь транспарант с портретом солдата. По предварительным подсчетам участниками шествия в этом году станут 35-40 тысяч горожан. Елена Макаренко, Наши Новости. В эти выходные уже в девятый раз лучшие танцоры со всей России соберутся в Барнауле на солнечный бал. Организаторы обещают около 2000 участников. Регистрацию уже прошли команды Омской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края. Специальным гостем станет Алексей Балаш, известный хореограф, который работает в Гонконге, Лондоне, Китае. Был на потанцовках у Леди Гаги. Номинации конкурса 40 и 7 возрастных категорий. Самому юному участнику солнечного балла 5 лет. Гвоздь вам программы будет танцевальный ансамбль 60+. Правда, выступать они будут вне конкурсной программы. У нас были такие пробные номинации, например, танго-шоу, где было не очень много народу. Но они соревновались, но она такая вроде соревновательная, но пробная номинация. В том году у нас был инва-данс, но в этом году попробуем 60+. Через несколько часов отечественная дружина по хоккею возьмет старт на чемпионате мира в Дании. Команда во главе с новым рулевым Ильей Воробьевым скрестит клюшки со сборной Франции. Болельщики с Алтая готовы массово поддержать любимцев, ведь специально для них на протяжении всего турнира будет работать сразу несколько фан-зон. Одна из них расположена в современном ледовом комплексе Карандин-арена по адресу Жасминная 3. Вход свободный, площадка готова принять около 100 зрителей. Главное здесь большой экран, на котором планируют показать все матчи с участием трехцветных. Вторая фан-зона уже традиционная, открытая площадка возле торгового центра Арена. Здесь экран еще больше, правда можно попасть под дождь, если вы не на машине. Вход, въезд тоже бесплатный. Матч против Франции начнется сегодня в 21.15 по барнаульскому времени. Кстати, фан-зоны для болельщиков уже добрая традиция. Для Барнаула, к сожалению, другие города-края пока такой организацией похвастаться не могут. Сеть быстрого питания грильницы открыла в Барнауле свой самый большой ресторан, где можно вкусно поесть за приемлемую цену. Каждый день в грильнице готовят из свежих продуктов высокого качества. Доверяем, знаем, что контроль качества, что несколько этапов проверки, и поэтому всегда уверены в качестве продукта, который здесь берем. Конечно, здорово, вкусно, и то, что близко к дому, вообще прям для детей место рай. Оценить качество блюд можно, не выходя из офиса и дома. В меню широкий ассортимент – шаурмаху, док, пицца, роллы, салаты и супы. Тут очень атмосферно. В принципе, можно запросто прийти, посидеть с друзьями. Обслуживание было достаточно очень быстро. То есть пиццу сказали приготовить за 15 минут, через 15 минут ровно ее и отдали. То есть люди позитивные, везде шарики, свет, и хочется радоваться, покупать больше еды и просто находиться здесь. Самая крупная точка грильницы открылась по адресу Комсомольский, 102. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье Премиум – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье Премиум содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. На большей территории края переменная облачность, возможны дожди. Ветер западный, умеренный, в Бийске и Олейске до 14, тепла 13, в Рубцовске, 11, в Зминогорске и Тальменке, в Белокурихе 9, со знаком «Плюс Барнауль», западный, умеренный ветер, днем до 10, тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин